Здравствуйте, уважаемые члены жюри, а также другие участники, которые прошли во второй этап областного конкурса «Электронные образовательные ресурсы в образовательном процессе». Меня зовут Козловская Татьяна Владимировна, я учитель-дефектолог Государственного учреждения образования «Еслисад» номер 66 города Могилёва. Во-первых, я хочу поблагодарить за то, что моя работа не осталась незамечена в первом заочном этапе, и вот что у меня появилась такая возможность побороться за победу во втором, так называемом, очном. Очень жаль, что не состоялась такой вот беседы глаза в глаза, но тем не менее я выбрала для себя вот такую форму видеопрезентации, чтобы хотя бы вы видели мои глаза. Так, временные ограничения есть, поэтому я приступаю сразу к демонстрации моей работы. Итак, значит, конкурсная работа называется «Интерактивный тренажер для автоматизации звука Р». И она принимает участие в номинации «Электронные образовательные ресурсы в дошкольном, начальном и специальном образовании». Еще раз, автор работы, учитель-дефектолог Козловская Татьяна Владимировна, ГУО «Яслисад» номер 66 города Могилёва. Долго рассказывать о преимуществах я не буду, вы сейчас видите их на экране, но несколько слов применительно своей профессии, да, дефектолога. Я давно для себя нашла эту форму работы, давно к ней пришла, это вот на конкурс выставляю первый раз. Если есть представление у многих о детях с ОПФР, то это дети не только с речевыми нарушениями, это дети с отсутствующим мотивационным компонентом. Это очень важная задача для нас, для специалистов. Подогревать интерес нужно на каждом занятии. Все дети нынче компонентализированы, они все на два шага впереди нас. Я считаю, что как элемент занятия, да, как замена всему занятию, нет. Все-таки наша задача научить, но в первую очередь это охрана здоровья ребенка, санпины никто не отменял. Поэтому эта работа ведется, но в ограниченных количествах. Итак, значит, цели и задачи. Цель тренажера – это повышение эффективности коррекционного процесса по автоматизации поставленного звука Р и постепенного введения его в речь. Ну и вытекает отсюда решение таких задач, как развитие артикуляционной моторики, автоматизация звука Р в различных позициях. Это изолировано в слогах, словах, связанной речи, знакомство с буквой Р, развитие умения узнавать ее, тем самым предупреждая оптическую агназию. Обогащаем предметные слова, развиваем навыки слогового анализа у ребенка и снятие зрительного напряжения, повышение зрительной работоспособности, предупреждение нарушений зрения. Содержание тренажера. В нем представлены тренировочные задания, они разбиты на несколько блоков. Далее я буду более подробно о них говорить. Каждый блок содержит от 2 до 7 заданий. Вся информация представлена в красочном, наглядном виде. На каждом этапе перед ребенком встает какая-то проблемная задача, которая требует от него максимального погружения и ее решения. Выбор блока для прохождения тренажера уже сочетает педагог, в зависимости от того, на каком этапе он находится, какую задачу решает. Вот интерфейс игры тренажера. Он весьма понятный для педагога и для родителей, даже для ребенка. Вот те блоки, которые включают в себя интерактивный тренажер. Значит так, ну а теперь, наверное, я предлагаю вам поиграть. Я вынесла его на рабочий стол. Значит, игра запускается очень легко, двойным щелчком мыши. Создана она в программе Powerpoint. Эта программа сейчас стоит, наверное, на всех персональных компьютерах. Она же и в мобильных устройствах. И более того, эту игру можно использовать на интерактивной доске. Итак, первый блок – артикуляционная гимнастика. Это святая святых всех дефектологов и темный лес для наших родителей. Значит, у каждого задания есть инструкция. Прежде чем научиться рычать, я предлагаю тебе сделать зарядку для язычка. Ребенку предлагается нажимать постепенно на цифры и выполнять упражнения. Картинки, символы все понятны для ребенка. Качели, маляр. То есть дети знают, что это за упражнение и делают. Вот эта страница уже, наверное, больше для родителей. Здесь видео, как выполнять упражнения. Ну и тем не менее, ребеночку тоже интересна такая вот форма работы, когда перед тобой прям показ. Плюс стихотворение. Дятя у нас в туалете сидит, Клювом по нему стучит. Стук да стук, стук да стук, Раздается громко. Здесь я подобрала 8 упражнений, необходимых для звука Р. Следующий блок, мы автоматизируем звук изолированно. То есть вот сейчас появится наш анимированный персонаж, щеночек Рык, и он нам говорит, правильно произноси звук Р, пока я буду двигаться до своей тарелочки. Приготовься, щелкни по мне мышью. Вот он пошел. Ребенок рычит до тех пор, пока он не дойдет до своей тарелки. Здесь появляются его друзья, они тоже хотят полакомиться. Такая же инструкция, только щеночек рычит тихо, тигр рычит чуть громче, а лев, как царь зверей, уже рычит очень громко. Знакомим ребенка с буковкой Р. Найди, пожалуйста, в тетради буковки Р, которые написаны неправильно. Ребеночек их убирает. Да, вот если ошибся, значит, буковка остается на месте. Следующая работа, и следующий блок, это автоматизация звука Р в слогах. Опять же инструкция. Пока машина двигается, мы произносим Р и читаем слог. Р, 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 Ру. Так далее. Здесь у нас дискотека. Буковки приглашают друг друга на танец. УР, Р. Здесь понятно. Переходим к автоматизации звука в словах. Несколько заданий. Сейчас несколько покажу. Щелкаю кнопочкой мыши правой по облаку и правильно называю появляющиеся картинки. То есть вот здесь труба, краб, дальше трамвай и так далее. Значит, здесь у нас виртуальная кухня. Я немножко отдохну, вот он в уголочке спит щеночек, а ты приберись на кухне. Положи только те картинки, выбери, на которых изображены съедобные предметы. Ребенок выбирает и обязательно проговаривает. Книга, появляются картинки, ребенок правильно их называет. Так, здесь у нас инструкция «Найди только те картинки, в которых два, название которых два слога». Значит, здесь не только мы автоматизируем звук, но и учим ребенка делить слова на слоги. И последний этап, самый сложный в работе дефектолога над звуком и сложный для ребенка, это автоматизация связной речи. Всевозможные предложения, стихи. Значит, вот здесь предлагается повторить за взрослым предложением и подбери к нему картинку. Рома ловит рыбу. Ребеночек находит картинку. Расцвели на клумбе козы, в огород забрались розы. Ребенок отправляет ошибку. Расцвели на клумбе розы, в огород забрались козы. Все возможные скороговорки, поговорки. Старалась подбирать вот такие вот анимированные картинки, чтобы так подогревать интерес у детей. Ну, здесь их множество. Ну, и хочу вам показать последний блок. Это блок зрительной гимнастики. Глаза устают, поэтому переключаться немножечко надо. Все возможные темы здесь. Давайте вот с вами немножко отдохнем. Следим глазами за движущимися автомобилями. Автомобили, буквально все, заполонили. Там где-то пара лежала, мы возле так ставим. Автомобили, автомобили, буквально все, заполонили. Там где-то пара лежала, мы возле так ставим. Автомобили. Ну вот, в ограниченное, конечно, время я постаралась показать вам свой тренажер. Желаю удачи другим участникам. Ну и надеюсь, что моя работа не останется незамеченной. Всего доброго всем, до свидания.